Музыка Достаточно продолжительное время дошкольное образование в стране работало по одной программе, которая была залогом гарантии стабильности. Мы совершим полет на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорек. Игорек, ты у нас сегодня будешь командор. Дед! Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на Землю не вернется. Гениально! Мы оставляем прошлое позади и на бешеной скорости несемся в неизвестность наше будущее. По результатам апробации Новокузнецкого городского округа участники инновационной деятельности по оценке качества дошкольного образования приглашают вас в путешествие во времени. Мы вспомним нас в прошлом, увидим, какие мы сейчас и немножко заглянем в будущее. Работа по систематизации материалов по оценке качества дошкольного образования в Российской Федерации шла поэтапно. Первый этап – это ранний переходный период 1995-2002 года, когда вводилась аттестация и государственная аккредитация дошкольных образовательных учреждений. Когда были введены временные стандарты на основе рекомендаций Рины Борисовны Стеркиной. Второй этап – это поздний переходный период. Года вы можете видеть на слайде. Третий этап – когда шел период действия ФГТ дошкольного образования. И четвертый этап – с 2014 года по настоящее время – период действия Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Начиная с 2014 года уже формируется научно-методологическая основа МКДО. 2014 год. С введением ФГТ на основе приказа Министерства образования и науки номер 1155 от 17 октября 2013 года формируется нормативно-правовая база дошкольного образования Российской Федерации. 2016 год. Проводится лонгитюдное исследование качества дошкольного образования на основе государственного контракта с использованием международного инструментария «Шкал Экерс-Р». 2017 год. Проводится всероссийское лонгитюдное исследование качества дошкольного образования с компаративным анализом зарубежного и российского опыта исследования качества дошкольного образования, а также исследование качества образовательной среды дошкольных образовательных организаций с использованием шкал ЭКЕРС. Наступило время проведения исследования. Что происходит на инновационных площадках? Мы осмысляем шкалы, знакомимся с ними, анализируем, изучаем. С одной стороны, ругаем, проводим семинар «Суд над ЭКЕРС». Работаем над содержанием, анализируем, создаем развивающую предметно-пространственную среду с использованием шкал ЭКЕРС. Этому способствуют городские и районные семинары, методические объединения, курсовая подготовка, работа в дошкольных образовательных организациях с проведением педагогических советов, мастер-классов, методических интенсивов и еще много-много разных форм работы. Но меняется координатор и меняется и направление нашей деятельности. 2018 год. Продолжается исследование качества дошкольного образования Российской Федерации с комплексным исследованием когнитивного развития дошкольников во взаимосвязи с различными параметрами образовательной среды дошкольной образовательной организации. Получив полный комплект диагностического инструментария, диагностические тетради, бланки для протоколирования результатов диагностики, тетради наблюдений, мы изучали связь уровня развития дошкольников с качеством образовательной среды дошкольной образовательной организации. Индивидуальная работа с каждым ребенком позволила увидеть уровень развития каждого воспитанника, его достижения и трудности. Работа была интересной и продуктивной. Она очень понравилась детям. Материалы были собраны, обработаны, сделаны выводы. Мы обсуждали, как это будет работать, если диагностические инструменты будут введены в практику. Казалось, все пережили. Можно расслабиться. Но в 2019 году на основе государственного контракта от 17 сентября 2019 года начинается аналитический обзор систем оценки и мониторинга качества дошкольного образования через изучение зарубежного и отечественного опыта разработки и применения государственной системы оценки и мониторинга качества дошкольного образования. По итогам аналитического обзора был сделан вывод о том, что для оценки качества образования необходимо использовать внутреннюю оценку, так как она является наиболее доступной и распространенной, а также проводить внешнюю оценку качества дошкольного образования при помощи независимых экспертных организаций. Итак, мы перешли от исследований дошкольного образования к системе комплексного мониторинга качества дошкольного образования. У нас на руках концепция и инструментарий МКДО. Наша жизнь теперь связана с магическими цифрами. 12 образовательной области, 90 показатели, более 10 индикаторов качества по каждому показателю и с терминами самообследование, критерии, область качества, уровни, зоны ответственности, многоуровневый мониторинг, эксперт, внутренняя оценка, внешняя оценка и еще множество других терминов. Первый этап самообследования мы прошли. Чего достигли, чему научились, какие появились проблемы, мы изложили в свод анализе. Результаты вы можете видеть на слайде. Из сильных и слабых сторон мы вывели свои возможности и обозначили угрозы. Зафиксировав сильные и слабые стороны, акцент в исследовательской деятельности ставим на методическое сопровождение педагогов. От диагностики до оказания помощи и поддержки. С использованием всех управленческих функций достигаем результата. Что в планах? На основе рекомендаций МКДО планируется ряд мероприятий. Это обучение педагогов проведению самооценки качества своей квалификации и качества своей педагогической работы в соответствии с показателями соответствующих областей качества. Составление отчетов о самооценке. Проведение самооценки качества основной образовательной программы. С учетом изменения нормативной базы, с учетом изменений контингента обучающихся, а также условий образовательной деятельности. Проведение ежегодного самообследования дошкольной образовательной организации с учетом результатов самооценки педагогов и составление ежегодного отчета самообследования дошкольной образовательной организации в разрезе показателей МКДО. Это и составление программы повышения качества образования в дошкольной образовательной организации. Информирование о результатах самообследования и намеченных целях программы повышения качества образования в дошкольной образовательной организации заинтересованных лиц, в том числе путем публикации соответствующей информации на сайте образовательной организации. Итак, мы в составе инновационных площадок Национального института качества образования по теме развития качества дошкольного образования с использованием инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». Готовы к новым вызовам! Спотмир сменился вукомиром. Ситуация меняется быстро и непредсказуемо. Сложно предсказать и планировать действия, но мы знаем ценность своей работы. Это защищает нас от выгорания, помогает не терять вдохновение и желание двигаться только вперед. У нас все получится!